Всем привет, друзья! Здравейте! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 8 января, 24 год. Друзья, закончились новогодние праздники пока что, и ждем, ждем, ждем. Сегодня вечером, ночью, завтра мы ждем снова снегопад, ждем очень холодную погоду в нашей центральной северной Болгарии. Мы живем в горах, сейчас у нас плюс 5, а к ночи уже будет минус, завтра тоже ожидается минус. Сегодня целый день дождь, а к вечеру начинается снежок, друзья. И вспоминая прошлые, конец ноября, когда мы здесь жутко застряли без электричества и без мобильной связи, мы, конечно, немножко, нет, мы не нервничаем, мы подготовлены, зарядили все батарейки, и в генератора надо поехать еще купить бензинчику, в генератор, чтобы на самом деле быть полностью готовым. Да, друзья, наконец-то пришел долгожданный счет за электричество, и вы увидите его, да, и цены на продукты. Смотрите до конца, ребята, комментарии, лайки, пожалуйста, подписка, это очень мотивирует мой канал. Итак, счет заток, друзья, в прошлый период этого же времени, с 20 ноября по 20 декабря, мы заплатили очень и очень много. Напоминаю, что у нас в доме нет ни печки, нет ни камина, нет ни пилетного котла, у нас в доме стоит такая система, которая называется термопомпа. Она очень дорогая в установке и в покупке, но только сейчас мы на самом деле понимаем, что она экономична, она очень экономична. Мы заплатили сейчас за очень теплый месяц, очень холодный месяц был с конца ноября по конец декабря, было периодами жутко холодно, жутко. Мы даже сидели без электричества и получили сейчас счет 278 лево. Кто-то скажет, что это очень дорого. Друзья, ну учитывайте, пожалуйста, мы не покупали ни одного куба дров, ни одного куба пилет. Поэтому это общий счет на все с утеплением, с обогревом, со всеми электротоварами. Поэтому напишите у вас в комментарии вообще, дорого это или дешево, по вашему мнению. Только, пожалуйста, учитывайте, что мы не живем в теплом регионе Болгарии, мы же не живем там, где нет снега, у нас периодически бывает очень и очень холодно. Поэтому обогревались мы с конца ноября до конца декабря на период текущего счета, обогревались полностью, не экономили вообще. Вот, сами судите, какой, в общем-то, был счет и напишите, пожалуйста, какой у вас в Германии, в Прибалтике, в России, в Украине. Мне самому очень интересно. 278 лев с 20 ноября по 20 декабря. Я считаю, что это достаточно нормально, без дров, без пилет, а уж тут вы судите сами. И, конечно, в итоге будут цены на продукты на 2024 год. Никакого подорожания серьезного нету, да нет никакого подорожания. Есть варианты, что многие продукты стали на самом деле даже дешевле. Смотрите дальше, друзья мои. Итак, друзья, цены на продукты, Болгария, новый 2024 год, зима, первая закупка в этом году. И, в принципе, ну давайте посмотрим, какие у нас цены в супермаркетах. Расскажу по каждой позиции, чего купил, почем. И покупки были сделаны в двух магазинах. Так, один магазин это Little, другой магазин это Kaufland. Ну, торговые сети, которые, уверен, в каждой европейской стране все вы знаете. Естественно, друзья, нам от села недалеко, поэтому катаемся, покупаем и, естественно, не добираем много. Так, ну давайте начнем мы с овощей. Капуста, говорю, все в евроцентах, 60 евроцентов за килограмм. Так, зеленые яблоки, Grand Smith, евро 25 за килограмм. Ну, мандаринки, ну, друзья, как без мандаринок? Так, мандаринки сегодня были по 85 евроцентов. Так, что еще? Боровинки. Вот такая упаковочка, 125 грамм, стоит полтора евро. По-моему, это чили, не знаю. Да, грейпфрут, желтый грейпфрут, была акция 75 евроцентов. Ну, отличная цена. Грейпфрут снимает, понижает давление, его нужно кушать. Так, дальше продолжим. Картошечка, это кафланд уже. Так, митикартофи, килограмм 50 евроцентов. Отличная цена. Так, ну, свеколка для борща. Ребят, я не покупаю готовую вареную свеклу, которая продается в вакууме. Реально жалко денег, сами сварим. Отличная цена, 50 евроцентов за килограмм. Так, поехали. Огурчики пупырчатые корнишоны. Ну, по-моему, это самые дорогие огурцы, потому что сейчас сортов много. Сколько они стоили? Евро 75 за килограмм. Так, помидорки. Что за помидорки? Да, обычные помидорки. У нас 2,25 евро за килограмм. Желтый лук. Ну, обычный лук. Ничего. 80 евроцентов за килограмм. Так, продолжим. Вы знаете, куриные ножки. Вот в Израиле куриные ножки намного дороже, чем крылья. А здесь ножки. В Болгарии дешевле, чем крылья. 3 евро за килограмм. Молоко. Обычно это, пусть будет такое, химическое молоко. Евро 1 литр. Это так, на крайний случай, чтобы было. Греческий йогурт. Вот такой йогурт килограммовый. Ну, можно сделать, можно так есть, можно с фруктами. Он стоит, сколько он стоил? 3 евро вот за эту штучку. Так, вот такой шоколадный пудинг. Шоколадный пудинг. Сколько он грамм-то у нас? Так, сколько грамм, сколько грамм? А, не помню. Большая коробочка такая. А, 500 грамм. Евро 75. Хорошая цена. Селедочка. Селедочка, селедочка, селедочка. Как без селедочки нам разогреться. Русским людям, так сказать. Такая упаковочка. 220 грамм стоит 2 евро. Сыр. Тоже Lidl. Тоже их бренды Мильбона. Сколько здесь? Так, сейчас вам скажу. Да, Lidl. 200 грамм. 200 грамм. 2 евро. Кефирчики вот такие. Кефирчик с... Такой типа кефирчик. Я не знаю. 250 грамм. Это с... Это с боровинками. Это супруга любит с... Персиками. Да даже, вы знаете, и недорого. За 250 грамм. Сколько? 1,35 лев. Ну, давайте. 65 евро центов. Ну, плитчика черного шоколада. 1 евро. Плитчика молочного шоколада. Хрустики такие. Немножко пористые. Вы видите? 75 евро центов. Так, друзья. А вот это... Это вишенка на торте. То чё не кори. Это тесто на банницу. Друзья мои, тесто на банницу нам стоило... Да вообще, что-то очень дешево. Лев 69, лев 70. Это 85 евро центов. 500 грамм. Ну, можно сделать банницу. Можно сделать штрудель. Вообще, тесто замечательное. Прекрасное. Иногда покупаем. Остается только что-то сделать. Минеральная водичка по 0,5. Минеральная водичка. Беру упаковку. Можно брать всегда с собой. В холодильник на улицу. Удобнее, чем большие. И вот такие маленькие бутылочки, они не выдыхаются. 25 евро центов за бутылочку 0,5. 50 статинок. Так. Ну, продолжим дальше. А. Светочкина рабочая машинка. Я её не убрал. Потому что это чревато. Так, что у нас? Макароны. Спагетти. 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 500 грамм. Вот-то из такой муки. 55 евро центов за упаковку. Отличная цена. Овсяные печеньки. Стараемся сладкое особо не покупать. Овсяные печенья. Вот такая упаковочка. Сколько здесь? Ну, не так много. 1 евро. Чай. Так, ребят. Вы знаете, в Болгарии очень сложно найти. Вот есть очень мало сортов чая обычного. Потому что болгары обычно не пьют вот такой чай, к которому мы привыкли. Болгары любят чай с травами. Вкусовые. А мы привыкли. Вот черный чай. Эрлглей. Вот он есть только в Лидле. Ну, реально. 25 пакетиков. 75 евро центов. Да нафиг ехать в какую-то Турцию за чаем, если можно все это здесь купить. Просто многие не знают, что в Лидле можно купить такой чай. Ну, конечно, булочки. Свежая болгарская выпечка. Всегда, когда еду в магазин, ее покупаю. 10 булочек. Ну, покупаю, когда тоже есть акция. 5 евро центов за булочку. Ну, корм для кошки. Естественно, для Маргоши нужный корм. Вот такая упаковка стоит, по-моему, 2 евро. Или 2? Нет. Да. 2 евро. Растворимый кофе. Обычно он стоит 10 евро. Вот такая банка 200 грамм. А сейчас, сегодня, он стоил 6,3 евро. Конечно, купим. Ну, машинка есть, но такой кофе у нас всегда на крайний случай. Так, что еще? Ну, для хозяек средства для мытья пола. 1 литр, по-моему, разбавлять. Не знаю. Я в этом ничего не понимаю. По-моему, евро 30. Нет, не евро 30, евро 65. Так. А вы спросите, что вот это такое? Что за мусор на кухне, друзья? Я специально поставил эти две мисочки. Потому что никакой мусор у нас не выбрасывается. С одной стороны, все ошметки, вот любая шелуха от картошки. Вот сегодня, кстати, картошечку буду варить. И сделал бифстроганов. Ну, готовлю я на кухне. Это моя стезя, так скажем. Все, собираюсь, рецепты. Вот. Ничего не выкидываем. Потому что либо все ошметки идут курицам. Это первое. А вторая часть ошметков идет на компост для удобрения. И ничего не выкидывать. Вот, в принципе, такая закупочка. А, вот смотрите, какая. Привет, Гамбург. Гамбург, привет. Смотрите, какую чашечку мы для чая из Гамбурга привезли. Это просто привет Германии от нас. Саша, привет. Вика, привет. Всем привет. Вот. Вот такая закупочка. Вот такая общая закупочка. Нам стоило все про... А, морковка же еще есть. Морковка, по-моему, была по 65 евроцентов. Ребят, покупаем по акциям. Лишние не покупаем. Нас два человека. Вот. Ну, насколько нам это хватит? Да я не знаю. Просто. Но уже привычка покупать заранее много, как мы это делали в Израиле, она отпала. Потому что зачем выбрасывать продукты? Потому что это продукты. Это, естественно, деньги. Сейчас, естественно, покупаем зимние фрукты. Зимние фрукты это мандарины, это апельсины, это грейпфруты. А баровинки покупаем по акции, как и сказал. Вот, вот вся вот эта закупка. Сколько она мне стоила? Смотрите. Так, что у нас есть? У нас есть Кауфленд. Общая сумма 35 лев. Это возьмем 17,5 евро. И возьмем теперь Лидл. Сколько это у нас? Это у нас 55, 56 лево. 28 евро. Насколько хватает? Да, не знаю, насколько хватает. Потому что готовим сами. Готовлю сам. Никаких полуфабрикатов вообще не покупаю. Потому что тут у нас будет и борщ, тут у нас будет и жаркое. С йогуртом хочу сделать, знаете, такой чесночный соус. Сладкие там тортики, пирожные всякие, круассоны. Ребята, просто не покупаем, потому что, ну, потому что жирно это все. Надо здоровье беречь. Вот такой обзор продуктов у нас на первую декаду января. Все. Сейчас все в холодильник. Все убрать. Все привести в порядок. Хорошего дня. Хорошего дня.